Поясню, доступно. Коротко, чему, по-твоему, не существовало Любомира тут, на территории роскошной столицы? Есть, скажем, определенные легенды, но не все легенды были полностью безосновательны. Я не говорю о том, что Любомира здесь не было. Этого я не утверждаю. Но утверждать о том, что он здесь был, я также не могу. Более-менее широко про Любомир мы узнаем впервые у Лаврентия Пахилевича в его сказаниях. О том, что было судебное дело, в котором стовещане ссылали, что они раньше, говорится, на другой стороне, на правой стороне Гнилого Тикича был город Любомир. Впоследствии, как бы, Любомир был татарами уничтожен, и стовещане уже на левой стороне Гнилого Тикича поставили новое поселение. Но при этом некоторые документы того судебного дела сохранились. И в тех документах можно увидеть, что Любомир, Любомир как таковой, какой-то Любомир, а не конкретно который находился, может быть, здесь, существовал в 1644 году. И принадлежал он кому-то из князей Заславских. По всей видимости, если посмотреть историю, это был именно Доминик Заславский, так как род Заславских в 17 веке уже, к сожалению, угасал. У многих не было и Заславских детей. Где-то были, как говорится, не сыновья рождались, раздались, как говорится, дочери, поэтому выходили замуж, была смена фамилий. В общем, Розаславских угасал. Поэтому предполагать можно, что это был именно Доминик. Но в 1644 году однозначно понятно, что уже существовало стовещи. Два населенных пункта существовать рядом с собой, конечно, могли, но ни о какой информации, ни о каких источниках они рядом с друг другом не фигурируют. На карте Баплана, которые, говорится, карты были нарисованы не позже 1648 года, так как в 1648 году Баплан уехал с Украины, становится ясным, что, скорее всего, Любомир был в другом месте. А если учесть, то я уже говорил, что стовеща Белосашковской старости было не одно. Об этом мы видим из иллюстраций. Было стовеща, которая однозначно по документам видно, что существовала на реке Каменка. Не так уж далеко от Релиз, не так уж далеко от Мазепинец. Кстати, опять же, Мазепинец, это была вотчина Мазепы. И как раз из некоторых источников мы знаем, что село Пасечное или Слобода Пасечное, в общем, населенный пункт Пасечное, в 1574 году, был передан до дому из предков Мазепы. Но при этом мы из других источников также можем узнать, хотя бы из той же иллюстрации 1622 года, о том, что Любомир и Пасечное, а раз они, скорее всего, идут и, и они находились недалеко друг от друга, существовали рядом. То есть, есть шанс того, что все-таки Любомир находился около другого стовеща. К тому же, надо не забывать, что в те же года, чуть дальше, было стовеща, которое и на сегодняшний день существует, которое находится на трассе Житомир-Киев. Оно тоже существовало в начале 17 века. Все, что мы знаем из судебного дела, о том, что документы по Любомиру, причем там не сказано, что это Любомир, говорится, городок, местечко, город или еще что-то, тем не менее, эти документы были направлены каким-то в стовище. Но в какое стовище направлено, опять же, мы не знаем. Поэтому, мне кажется, совещане в свое время не совсем правильно выбрали тактику введения судебного дела, пытаясь сослаться на документы на Любомир. Конечно, на тот момент существовали, говорится, переписи принятия присяги 1654 года, где, как я уже говорил, есть Войт, буртмистр, писарь и так далее. Надо было ссылаться... Судились они за вольные права. Да, судились они за вольные права. И именно вот эти, я считаю, документы давали основания считать, что они были вольными людьми. И о том, что впоследствии Броницкий получил их как крепостных, как мы знаем, крепостное право у нас существовало до 1861 года. И они обязаны были подчиняться всему тому, что, говорится, тем законам, которые, ну, кроме общегосударственных, которые считал Броницкий. На него, говорится, отрабатывают те дни, когда считал Броницкий или его ставленники, те же самые, с экономического двора, управляющие и так далее и тому подобное. Поэтому не буду утверждать однозначно, был Любомир на этом месте или нет. Но, по моему мнению, очень большие шансы, что его здесь не было. А был он где-то в другом месте.